Новым руководителем Брестского городского исполнительного комитета главой государства назначен Сергей Лободинский. К должности его, как опытного управленца, представил губернатор региона Юрий Шелейко на внеочередной сессии Городского совета депутатов. Сергей Николаевич был заместителем генерального директора Брестского областного УКСА, председателем комитета по архитектуре и строительству. С 2021 года занял должность управляющего делами облсполкома. Уважаемые депутаты, есть работа сегодня в городе, есть сегодня ряд вопросов промышленных предприятий, очень много. Есть вопросы работы сегодня и с нескольким государственным капиталом и бизнесом в том числе. Город огромнейший сам. Я считаю, что Сергей Николаевич и то, что должен, он обязан справиться, опыты и авторитеты, каждый его знает. Я его знаю объективно два года, сколько я работаю здесь. Я много проводил, как и все, калуарных, не калуарных. Не было, я официально спрашиваю, кто такой ловодитель, что он нужен. И он стал, так сказать, кандидатурой, альтернативной для того, чтобы предложить вам для хорошего руководителя город. Юрий Шулейко высоко оценил значимость работы Александра Рогачука. Подчеркнул, что его опыт, инициативность, креативность, его любовь к Бресту и Брещанам, несомненно, пригодятся на новом месте работы. Александр Степанович пошел очень серьезный путь вместе с вами и будет его проходить дальше. Восемь с небольшим лет Александр Степанович, руководитель города, проведен и смерт большой класс работы. Город развивался и продолжает развиваться. Я считаю, что Александр Степанович сегодня с почетом покидает данную должность, потому что есть что показать. Он сегодня узнаваемый во всей стране, уважаемый среди своих коллег. Он, так сказать, не буду скрывать, будет баллотироваться в областные профсоюзы нашей федерации профсоюзов. И о том, я вчера на своей планете сказал, что данный орган должен внести, так сказать, Александр Степанович не только победу, а просто сделать такой спринт развития наших профсоюзов. Губернатор вручил Александру Рогачику почетную грамоту Брестского областного исполнительного комитета. Я хочу поблагодарить всех за самостоятельную работу с 2010 года, а именно тогда и за главой Московского района. Это тоже уже достаточно серьезная должность. И доверить всех, что с учетом других моих возможных форм профессионального самовыражения, я бы сделал все возможное, чтобы город Брест двигался вперед. Вам, уважаемый Сергей Николаевич, я хочу пожелать удачи, в том числе чиновничьего, такого вот нормального везения. У вас есть все, есть поддержка губернатора, есть опыт работы. Я по мере своих возможностей и вашему желанию готова оказаться в любую помощь. Всем крепкого здоровья, лучше Бреста нет. Кандидатуру Сергея Лободинского единогласно поддержали депутаты. Главой региона ему было вручено удостоверение председателя Брестского городского исполнительного комитета. Планы, они грандиозные, наверное, да, но, наверное, все по порядку, все системно. Будем в первую очередь наводить порядок в городе, который сегодня и так, в принципе, неплох, но требует отдельные коррективы и принятия определенных решений. Следующее, это, конечно, экономика. Экономика города, это пополнение бюджета, да, а это, соответственно, и содержание бюджетных организаций, зарплаты, ну и все, что с этим связано, здравоохранение, школы, садики. Брест, как и в целом Брестский регион, транспортная сфера деятельности, она очень развита, поэтому, понимая, что мы приграничный город, развитие транспорта, в первую очередь грузового, должно быть на уровне. А это требует определенных сегодня решений, понимая, что есть санкционные давления и требует передислокации и переориентирования наших транспортных средств на другую логистику. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Новости Бреста. Новости Бреста. Новости Бреста.